В эфире информационная программа День города. Здравствуйте! В студии Алена Куколева. Вот некоторые темы этого выпуска. Сегодня губернатор Олег Ковалев отчитался перед депутатами областной думы. Рязанцев приглашают на индийскую выставку-ярмарку. И избирательную комиссию области возглавил Владимир Грачев. Сегодня Олег Ковалев выступил с ежегодным докладом перед парламентом. По данным губернатора, уровень жизни горожан остается высоким. Доклад касался прежде всего финансовой и социальной жизни города. Большинство парламентских фракций остались довольны, в том числе ответами на свои вопросы. Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев выступил перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности областного правительства в 2015 году и задачах на перспективу. Губернатор отметил, что 2015 год был тяжелым в экономическом плане. Однако ряд ведущих областей сохранил положительную динамику развития. Хороших результатов мы добились в сельском хозяйстве, увеличив объемы производства на 8% в предыдущем году. Это шестое место в ЦФО. Ввод жилых домов увеличился на 10,5%. Это пятое место в ЦФО. Говоря о развитии промышленного сектора, губернатор отметил, что положительную динамику развития в 2015 году сохранили химическо-металлургическое целлюлозно-бумажное производство, производство пищевых продуктов. В рамках реализации федеральных целевых программ при конструкции и модернизации предприятий обороны промышленного комплекса привлечены средства федерального бюджета в сумме около 2 миллиардов рублей. Также Олег Ковалев ответил на вопросы депутатов от каждой фракции, а в областной думе их 4 – КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и Единая Россия. Какие меры принимало правительство в 2015 году, чтобы не допустить включения РНПК в консолидированную группу налогоплательщиков? Это решение принимается без нас, без нашего участия. И, к сожалению, вот эти вот спецналоговые инспекции, которые и налоговые инспекции межрегиональные, куда платят они налоги, их даже наша госналогслужба не контролирует. По итогам депутаты приняли отчет главы региона к сведению. Помимо депутатов, на ежегодный отчет губернатора перед региональным парламентом приглашаются руководители региональных и федеральных структур, главы муниципалитетов и представители общественности. Отчет Олега Ивановича Ковалева воспринимался как логичное продолжение на региональном уровне того диалога нашего президента Владимира Владимировича Путина с российским обществом, который состоялся вчера в рамках прямой линии. Я должна сказать, что практически во всех акцентах и приоритетах мы наблюдали совпадения, и это очень важно. Также в рамках заседания Думы глава региона представил кандидатуру на вакантную в областном правительстве должность заместителя председателя правительства Рязанской области. Олег Ковалев, рекомендуя Сергея Дудукина, обозначил круг вопросов, который будет курировать новый зам, в частности сельское хозяйство. Ну, планы на самом деле губернатор поставил. Я благодарен Олегу Ивановичу за то, что он пригласил меня именно на эту отрасль. На сегодняшний момент АПК – это та отрасль, которая развивается. Избирательную комиссию Рязанской области возглавил Владимир Грачев. Его кандидатура была единогласно одобрена членами избиркома. Процедура тайного голосования состоялась во время заседания избирательной комиссии в четверг. Участие в заседании комиссии приняли вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов, министр по делам территориальных образований и общественных объединений Антон Астафьев, а также член ЦИК РФ Николай Левичев. Представляя коллегу, он охарактеризовал Владимира Грачева как опытного человека, длительное время работающего в избиркоме. Положительно отозвались о Грачеве и его коллеге по Рязанской комиссии. Они отметили, что он знает психологию избирателя, а также является грамотным и принципиальным человеком. Сегодня очень красивое событие. Наконец-то мы дождались, что он вырос до должности председателя областной избирательной комиссии. Я считаю, достойная кандидатура. Работая с ним в область в избиркоме, могу характеризовать его как грамотного, профессионально подготовленного человека, который всегда принципиально по всем вопросам, которые возникали в областной избирательной комиссии, решал их четко, без всяких оглядок по сторонам и очень принципиально. Я считаю, достойная кандидатура. Прошу поддержать его кандидатуру на пост председателя избирательной комиссии Рязанской области. По итогам тайного голосования кандидатура Владимира Грачева была одобрена единогласно. Он получил 13 голосов из 13 возможных. Также единогласно члены комиссии поддержали кандидатуру Дмитрия Бокова, занявшего освободившийся после отставки. Владимир Грачева пост заместителя председателя комиссии. На этой неделе в Касимовском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении преступной группировки, которая занималась распространением опасного наркотика героина. В областной прокуратуре наши съемочные группы рассказали о подробностях этой истории. В Касимовском суде вынесли обвинительный приговор в отношении преступной группировки, которая осуществляла незаконный избыт героина на территории Касимовского района. Преступная группа, как выяснили в ходе следствия и судебных заседаний, действовала на территории района в течение нескольких месяцев, летом 2014 года. Участники группы действовали организованно. При совершении телефонных переговоров использовали методы конспирации, применяли сим-карты посторонних лиц, а также использовали кодовые слова. При этом каждый участник организованной группы выполнял строго отведенную ему роль. Один приобретал наркотик на территории соседней области, другой осуществлял его перевозку, третий искал покупателей и осуществлял непосредственно избыт наркотического средства покупателю. Организатором и непосредственным лидером группировки выступила 30-летняя местная жительница, которая официально работала продавцом в магазине. Несмотря на то, что действия группы были четко спланированы и соответствовали выверенному алгоритму, деятельность наркоторговцев удалось выявить и пресечь. С учетом позиции государственного обвинителя, суд 11 апреля 2016 года признал подсудимых виновными в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства, организованной группой в крупном размере, и в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, организованной группой, и назначил каждому из них наказание в виде 11 лет лишения свободы. До настоящего времени приговор в законную силу не вступил в связи с правом его обжалования сторонами. Преступление относится к категории особо тяжких в связи с особой опасностью и актуальностью. Поэтому оборот наркотиков карается сурово. Санкции части 4 статьи 228 предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. 15 и 16 апреля во всех налоговых инспекциях Рязанской области проходят дни открытых дверей. У граждан, которые еще не предоставили декларации о своих доходах, за 2015 год осталось совсем немного времени, чтобы это сделать. И сейчас есть уникальная возможность заполнить документ с помощью консультантов. К своему завершению подходит декларационная кампания по приему налоговых деклараций от физических лиц о доходах, полученных в 2015 году. По оперативным данным, по состоянию на 1 апреля текущего года в налоговые органы Рязанской области предоставлено 1986 деклараций, по которым исчислен НДФЛ куплати в размере 10,3 миллионов рублей, что превышает аналогичные показатели прошлого года почти на 40%. Хочется напомнить, что в категории обязанных отчитаться о своих доходах относятся прежде всего лица, которые получили доход от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех лет, от сдачи имущества в аренду или в наем, при получении имущества в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками. Несмотря на простоту заполнения декларации, от граждан постоянно поступает большое количество вопросов, связанных с порядком заполнения 3 НДФЛ и перечнем необходимых документов. Специалисты налогового органа расскажут всем о том, кто обязан отчитаться о доходах, в какие сроки, как произвести правильную плату налога. Я продала автомобиль в прошлом году и мне удобно очень прийти и заполнить, получить помощь специалистов и заполнить декларацию о доходах. Напомним, что налогоплательщики не позднее 4 мая обязаны отчитаться о своих налогах. Орфография и процессы обучения русскому языку мигрантов. Такие проблемы в эти дни обсуждались на Всероссийском форуме русского языка в РГУ имени Есенина. Здесь собрались представители ведущих вузов страны, профессоры, студенты из всех федеральных округов. Подробнее Марина Комиссарова. Язык динамично изменяется и тенденции, которые наблюдаются в последние годы в развитии русского языка, заставляют всерьез бить тревогу многих исследователей и ученых. Представители более чем 30 вузов из всех субъектов Российской Федерации в течение 4 дней обсуждали проблемные вопросы, которые наиболее актуальны для русского языка в современном мире. Всероссийский форум русского языка это новая молодежная площадка на базе нашего университета, которая позволила объединить молодежь со всей нашей необъятной страны вокруг основной идеи укрепления позиций русского языка у нас в стране, а также его продвижения и нашей культуры русской за рубежом. Форум подобного формата прошел впервые и стал своеобразным итоговым мероприятием, на котором профессорский состав Государственного института русского языка имени Пушкина, Института русского языка имени Виноградова Российской Академии Наук, МГУ имени Ломоносова, РГУ имени Сергея Александровича Есенина вместе с небезразличными к своей культуре студентами пытались обозначить наиболее проблемные точки и найти пути их решения. Привлекли, во-первых, молодежь со всей страны и из разных вузов, а во-вторых, это оказалось для них не только какой-то там площадкой, чтобы себя показать, но, по-моему, это стало для них еще школой. С наступлением по-настоящему устойчивой весны любители велосипедных прогулок стали делить проезжую часть с автомобилистами. Как избежать аварии и получить максимум пользы от двухколесного транспорта в сюжете моей коллеги Анны Герцовской. Велосипеды, 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 они везде. Дети приезжают на них в школу, взрослые довираются на работу и просто развлекаются. Весна – пора преображений. Многие люди пересаживаются с автомобилей на велосипеды и сейчас мы у них расспросим, почему они это делают. По мне, так это самый оптимальный вид спорта. Я велосипеды очень люблю, больше, чем ролики и всякие бег и такие силовые нагрузки. Мне кажется, это вот то, что нужно таким, как я, ленивым. Как, тебе нравится на велосипеде? Да. Давно катаешься уже? Сколько тебе водит? Угу. Два. Тебе два? Угу. Почему на велосипеде? Любите этот вид спорта или что? Да, люблю. На рыбалку ешь. Рыба сейчас ловится. Вы так не устаете, наверное? Ну, почему? Нет, нет. Я только первый раз сейчас вот выехала, первый сезон, открыла сезон. Ну, куда угодно я пока не пробовала ездить. В основном здесь. Ну, чаще в парках. На даче вот ездим на велосипедах всегда. Да, у нас дача Турлатова. Вот мы туда со всеми с детьми, с внуками ездим. Там на велосипедах? Да, садимся вперед со всеми. Маленьких сажаем. Маленькие сидения, чуть постарше, восьмилетние, они сами на велосипедах за нами ездят. Получается, участниками дорожного движения на двухколесном транспорте становятся и совсем маленькие дети. В то же время многие из велосипедистов жалуются на то, что в городе практически нет специально оборудованных мест для проезда. Когда с детьми, мы стараемся выбирать дороги, где нет автомобилей, ездим вообще по пешеходным тротуарам, потому что страшно, страшно. Страшно становится и мотоциклистом, потому что не всегда автомобилисты с уважением относятся к этим быстрым парням. Выезжая на дорогу, сами байкеры понимают, о какой ответственности идет речь. Юркость, она не во вред, просто надо уметь этим пользоваться и голову всегда на плечах иметь. Пацаны, да, они садятся на транспортные средства очень повышенной опасности для себя в первую очередь. Так вот, чтобы двести под КамАЗ не залетать, надо понимать, где и как ездить. Не так давно, кстати, уже произошел неприятный случай с участием двухколесного железного коня. В Милославском районе на дороге между двумя селами мужчина, управляя скутером, не выбрал оптимальную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал в кювет и упал с мотоцикла. В результате ДТП мужчина получил травмы и в бессознательном состоянии госпитализированную больницу. Как выяснилось, молодой человек во время аварии находился на скутере без шлема и без прав. Вот от таких-то водителей порой ложится черное пятно на всех мотоциклистов. И чтобы такого не происходило, все мотоциклисты и велосипедисты должны сами в первую очередь соблюдать правила дорожного движения. Об этом неустанно напоминают сотрудники ГИБДД. Уникальную бижутерию, знаменитый текстиль, восточные сладости, натуральную косметику, благовоние, индийский чай, изделия из натуральных камней и мебель. И многое другое теперь могут не только увидеть, но и приобрести рязанцы. В городе открылась индийская выставка-ярмарка. На ней побывала и наш корреспондент Наталья Новикова. 15 апреля в торговом центре «Премьер» вот уже во второй раз открылась крупнейшая индийская выставка. От предоставленного ассортимента товаров буквально разбегаются глаза. Чего здесь только нет. Посетители ярмарки могут приобрести уникальную бижутерию, натуральную косметику марок Гималайи и Дабур, благовоние, одежду, палантины. А мимо настоящих шелковых ковров ручной работы пройти практически невозможно. Здесь действительно есть практически все, чего бы ни пожелала душа, даже эксклюзивные мебли ручной сборки. Ну и, конечно, какая Индия без настоящего чая, знаменитого риса басмати и сладостей. Несомненно, радует не только богатый ассортимент, но и более чем демократичные цены. И несмотря на то, что выставка только открылась, от довольных покупателей нет отбоя. И каждый находит что-то по душе. Я постоянный покупатель ваших ярмарок, поэтому постоянно что-нибудь здесь приобретаю. Вот шарфи у меня, ваш индийский. Поэтому вот что-нибудь приобрету. Я каждую выставку беру, у них что-нибудь покупаю. То есть вам нравится? Нравится мне выставка у них. Молодцы. Пусть приезжают к нам почаще. Мне очень нравится. Мне вообще восток нравится. И нравится запах маслами, бижутерия обалденная. Как будто за границей. Выставка будет проходить по 24 апреля включительно, работая для вас каждый день с 11 утра до 7 вечера на первом этаже торгового центра «Премьер». Проникнуться духом настоящей Индии теперь можно, никуда не выезжая из города. И еще одна информация, на которую мы хотим обратить ваше внимание. Малыши еще не курят, не пьют, не работают на вредных производствах. И тем не менее, сотни из них ежегодно слышат страшный приговор – рак. И, увы, у большинства семей просто нет возможности испробовать все существующие методы медицины. Сегодня за помощью к нам обратились неравнодушные люди, которые помогают родителям 10-летнего Миши Володина собрать деньги на лечение сына. Еще недавно Миша был главным помощником после папы. Приговор врачей, эмбриональная рапдомиосаркома, прозвучал как гром среди ясного неба. Семья ребенка, подтверждают родители одноклассников, вложила в детей всю душу и сегодня просто не знает, как помочь своему малышу. Единственный шанс побороть болезнь – лечение в Израиле. Ребенок заболел рак рапдиосмиосаркома четвертой стадии. Мы, родители, готовы помочь, очень желаем и готовы помочь этой семье и собрать средства на лечение ребенка за границей. Для многодетной семьи 10 миллионов рублей – сумма неподъемная. Счет идет на минуты. Если сейчас ребенок выдержал одну химиотерапию, если он сейчас выдерживает еще две, то мы срочно выезжаем, ну не мы, а родители выезжают с ним за границу для прохождения там лечения. Реквизиты расчетного счета можно уточнить в нашей редакции по телефонам 72020 и 72021. Каждая внесенная сумма приближает мальчика к выздоровлению. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok